Дорогие друзья, всех вас приветствую! Я священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на трудные вопросы» для библейского портала «Экзегет». Сегодня мы бы хотели с вами разобрать вопрос, как распознать неверное толкование Библии. Сегодня с достижением цифровых технологий мы с вами имеем возможность доступа к абсолютно разношерстному экзегетическому аппарату для священного писания. Поэтому стоит обратить внимание, а как же нам с вами, в каких критериях придерживаться для того, чтобы понять, верное ли это или неверное толкование. Хотелось бы начать наш с вами разбор со слов Иоанна Богослова в его первом послании. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но есть дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, теперь есть уже в мире». Обратим внимание на этот текст. На самом деле есть верное и неверное понимание текстов священного писания. Если мы с вами будем абсолютно доверять всякому толкованию, то мы можем оправдать текстом священного писания абсолютно любую и даже самую глупую и еретическую мысль. Это подтверждается тем, что на Первом Вселенском Соборе аппаратом для дискуссии являлось священное писание. И ориане, и православные сыпали друг на друга цитатами из священного писания. Но ни одни не могли победить друг друга, потому что здесь будет вопрос о прочтении данного текста. Мы должны быть честными в своих комментариях, мы должны быть честными в экзегезе священного текста. Есть разные несколько подходов. Первый. Если мы берем экзегезу святоотеческую, то мы в данном случае с вами идем, наверное, самым безопасным путем. Здесь мы возьмем с вами действительно духоносных людей, прославленных Церковью, и прочитаем о том, как они, носители Духа Святаго, понимали данный текст, написанный под действием Духа Святаго. Тем самым мы с вами обезопасим себя от определенных проблем. Но также мы с вами сегодня требуем, конечно, какого-то научного комментария. Нам очень хочется узнать какие-то археологические, исторические, сагогические сведения о том или ином тексте священного писания. И в этом случае нам поможет научная литература. Здесь тоже нужно быть достаточно аккуратным. Действительно, тексты могут быть совершенно различные. Теории, выдвигаемые теми или иными исследователями священного писания, тоже могут быть достаточно различны. Наверное, самым безопасным, опять же, путем в этом направлении будет конфессиональная целостность. Мы знаем с вами догматику Церкви, мы знаем с вами вероучение Церкви, мы знаем с вами, как Церковь воспринимает данный текст священного писания. И уже, когда мы с вами будем читать толкование, например, вне церковное, это могут быть какие-то теологи, наши или западные. Это могут быть какие-то даже священники, в том числе православные, которые могут действительно иногда заблуждаться в тех или иных текстах. Поэтому всегда смотрите ссылки, на какие источники они ссылаются. Всегда смотрите, чтобы толкование было в святоотеческом, в догматической целостности с учением Церкви. И тогда мы с вами не погрешим. Далее хотелось бы отметить следующее. Многие из нас боятся впасть в ересь. Я не раз слышал, что читать священное писание опасно. Лучше читать закон Божий или какую-то другую книгу, но не читать священное писание, потому что через это можно впасть в ересь. Не беспокойтесь. Для того, чтобы впасть в ересь, нужно быть как минимум арием или, например, каким-нибудь патриархом или очень влиятельным епископом. И проповедовать в больших масштабах какое-то другое вероучение. Мы с вами никто не застрахован от ошибок. Но для того, чтобы стать ересиархом, думаю, что в современном мире необходимо хотя бы получить докторскую степень по богословию или теологии. Тогда, может быть, можно будет впасть в ересь. А в нашем с вами скромном случае это будет ошибка. Опять же, всегда стараться быть готовым к критическому анализу своего мнения. Быть готовым его изменить. Не быть неким таким слишком каменным, деревянным, неспособным к гибкости восприятия текста. И тогда чтение и толкование Священного Писания не будет доставлять нам никакого неудобства, а будет приносить духовную пользу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok